Передача! Бросок! Шайба на пятаке и спасает Коробов сейчас свою команду! Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Челябинск! Перед вами Трактор-Арена и это матч Трактор-Динамо-Минск! Вместе с вами за его ходом наблюдаю я, комментатор Олег Морозов. И, вы знаете, это должна быть очень интересная игра. Тимофей Ковгареня, 69-й, а также опытнейший защитник Дмитрий Коробов, номер 89-й. Главный тренер команды из столицы Беларуси Дмитрий Квартальнов. Нападающий Михаил Горюнов-Ральгизер, 45-й, Артем Шварев, 77-й и Семен Дер-Аргурчинцев, номер 85-й. И четвертое звено нападения Александр Шаров, 24-й, Владимир Жарков, 25-й, Михаил Котляревский, 53-й. Энос тут бросал и Энос сейчас за воротами получает передачу, попадает под силовой. Хитанул соперника, но не смог шайбу у него отобрать. Ткачев в углу. А вот сейчас Щучинов-то партнера не понял и это может привести к опасному контрудару. От Минчан бросок Горбунова в ближний угол, мимо створот. Действительно не особенно летит пока у Минчан, но это скорее заслуга обороны. Тем временем Жарков там приложил соперника к борту, хороший солидный силовой прием. Вот так вот Жарков помогает своей команде шайбу отобрать. Бросок в дальний угол от Котляревского. Подбор щелчок издалека, Колосов не видел шайбу, но среагировал на инстинктах абсолютно верно. После чего вратарь Минчан останавливает в итоге игровой снаряд и успокаивает игру. Шайба уходит в угол. Телегин подтолкнул шайбу на партнера. Тот выцеливает. Бросок и гол! Шайба в воротах 1-0. Трактор открывает счет. Вот так вот все складывается в этом матче. Минчане давили, давили. А в итоге хозяева забрасывают первую шайбу в этой игре. Контратака Минчан. Бросок низом. Отскакивает шайба на пятак. Добивание. И еще бы одно не помешало Минчанам, но шайба уходит куда-то ближе к борту. Три заброшенные шайбы на 20 попыток. Это 15% реализации, что касается меньшинства Минска. Оно не очень надежное, но при этом результативное в контратаках. Но сейчас не об этом. Сейчас, конечно же, о шайбе Виктора Антипина, который на добивании с острого угла отправляет шайбу в ворота и забрасывает свою первую в этом сезоне. Минску надо отвечать. Отвечать как можно скорее. Бросок с неудобной добивании. Фукали успевает переместиться. И снова Пинчук на острие атаки у Минского Динамо. Может быть, не для атаки, но для того, чтобы успокоить игру возле своих ворот. Выход 2 в 2. Опасный бросок Меркли. Шайба уходит за ворота. Бурдасов прижимает Меркли к борту. Все-таки стась. Шайбу выигрывает для своей команды. И на этом все. Но тут уже просто не успеет ничего сделать Хэмилтон. Он оказывается в своей зоне под давлением. 20 минут игры позади. 2-0 в пользу Трактора. Ну, конечно же, было очень приятно забить сегодня. И первый гол на арене Трактор до меня. Поэтому очень, конечно, приятно. Но и команда играет хорошо. То есть не только то, что свои личные. Мне просто хочется давать, потому что команда играем и выигрывает. Летом во время одного из межсезонных и предсезонных матчей на Пинчука микрофон. Вешали очень интересный мектаб. Получился Меркли. За ворот соперник отправляет. Там Пинчук здорово отбирает. Бросок и Фукали не смог зафиксировать шайбу. Атака Минска продолжится. 1-3-1 в большинстве у них. Передача. Бросок шайбы на пятаке. И спасает Коробов сейчас свою команду. Хладнокровно сыграл Дмитрий. И выбросил шайбу со своего пятака и из своей зоны. Единственный момент Трактор создает в этом большинстве. И вообще пытается понять, а что соперник-то в меньшинстве там пытается нарисовать на площадке. Бросок, рикошет. Фукаля забирает шайбу. До Фукаля дошла шайба лишь раз. И та после рикошета. Ух ты. А вот Шаров. Давайте посмотрим за тем, как Александр в меньшинстве играл. Вокруг Мороза прокрутился. Немножко не здорово получилось. Отскакивает шайба к Хэмилтону. Шабанов с кистей заряжает. Очень близко было. Это предыдущий эпизод. Когда шайба не дошла до Шабанова. Атака продолжается добивание. Гол. 3-0. 3-0. Трактор выжимает максимум из достаточно неожиданного момента. И плюс 3 в пользу хозяев площадки. Владимир Жарков становится автором взятия ворот. Он на пятаке на добивании оказался в правильном месте. Ткачев, пора бросать. Ну, хоть как-то. Хоть набросить уже в сторону ворот. Что Ткачев пытался сделать. Но шайба отскочила от игрока. Кого-то из меньшан. И прозвучала сирена. 3-0 после двух периодов. Да, проигрываем 3-0. Но надо как можно больше бросать. Идти на ворота, напрягать оборону соперника. Только так мы можем вытащить эту игру. По силовым приемам по-прежнему минимальный перевес команды хозяев. 9-7. Ну и в целом, наверное, из этой статистики можно сказать, что вроде бы игра равная. И просто как коршуны налетают здесь на соперника нападающие минской команды. Это позволяет им отобрать шайбу Фукале. А Фукале, прошу прощения, не зафиксировал. Хотя не сказать, что моментов мало. Моменты есть, и они даже неплохие. Ткачев контратакует. Бросок в ближний. Мимо ворот. Ткачева вроде бы на левом фланге поддерживал Тертышный. Но вот на повторе, особенно с последнего ракурса, хорошо было видно, что на Тертышного не было никакой реальной возможности отдать обостряющую передачу. Поэтому Ткачев бросил сам. Отправил в угол. В углу подбирают минчане. Пинчук тащит в чужую зону. И бросает добивание. Гол. 3-1. Минск за 2 минуты 26 секунд. До конца третьего периода одну шайбу отыгрывает. Сухаря у Фукали уже точно не будет. Но что будет дальше? Спасутся ли динамовцы? Или это лишь... Такой хлопок дверью напоследок. Керран. Передача на левый фланг. Дальше на пятак. Бросок от Стася. И на пятаке настоящий навал. Здорово действует сейчас минчанин. Смотрим повтор. Керран. И вот здесь чуть-чуть бы иначе шайба отскочивает. Чилла Пушкайло мог бы более серьезно бросить. Но и без этого получилось неплохо. Очень активно. Занимается микроменеджментом квартально. В штангу попадает шайба. Ух, момент. Бросок и гол. 3-2. За 52 секунды до конца третьего периода. Вот теперь будет по-настоящему интересно. Вот это да. Вот это минчане. Молодцы, конечно. И похоже, что никто иной, как Ковгареня, отправляет шайбу в ворота. Вот так вот парень из четвертого звена. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Калинин спокойно играет за свои ворота. Хэмилтон по борту выкатывает. И все. На этом, похоже, все. Вряд ли минчане успеют вернуться в зону атаки. НС из нейтральной зоны бросает. И звучит сирена. Потрясающая концовка. Минчане просто, просто молодцы. Но поздно. Надо было раньше начинать. Концовка достаточно нервная. Наверняка еще и седых волос добавила. В последние две с половиной минуты две шайбы пропустили. Что случилось? Ничего не случилось. Это игра. Важно было победить. Мы эту победу удержали. Командная работа. Ребята сыграли самоотверженность. Продолжение следует.